Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про безопасность. В частности, поговорим про вот эти вот скрытые замки для мебели, для шкафчиков, для тумбочек, для ящичков и тому подобное. Это будет актуально для тех, у кого есть маленькие дети, либо вам есть что скрыть, какое-то содержимое от незваных или любопытных гостей. Вот таким вот образом поставляются наши замки. Вот такое вот оно все это было в упаковке, запечатано. И одну коробочку я уже вскрыл, вот таким вот образом. И что мы здесь видим? В каждой упаковке у нас идет 4 замка и 1 магнит. Ну и также есть, соответственно, 4 ответные части. И как оно работает? То есть, ну вот вам картиночка, как это все выглядит, да? Ну мы с вами сейчас все это дело еще и проверим самостоятельно. То есть замка снаружи абсолютно никак не видно, но открывается он при помощи ключа. Но в роли ключа выступает вот такой вот магнитик, у которого есть подставка на 3М-скотче, который где-то скрытно можно прилепить, ну чтобы просто не потерять его, да? Можно просто куда-то его кинуть или в кармане даже носить. Но в любом случае есть вот такая подставочка где-нибудь, может быть, наверху на шкафчике, если мы от детей прячем наши ящики, наше содержимое в этих ящиках. Но в любом случае вот она подставочка и магнитик. И как функционирует данный замок? Устанавливается он непосредственно на саму дверцу с внутренней стороны. И на верхнюю часть тумбочки там или ящика устанавливается вот такая вот ответная часть. То есть как она устанавливается? Устанавливается вот таким вот образом. У нас здесь есть принудительный замок, то есть наш замок может быть как в положении активированном, то есть включенным, да, так скажем, и деактивированным, то есть выключенным. Включаем наш замок. Сверху у нас устанавливается вот такая вот ответная планка. Это часть на двери. То есть мы закрываем дверь, и язычок заходит под ответную часть, и оп, выскакивает сзади него, и не дает дверце уже обратно открыться. Ну, соответственно, когда замок деактивирован, то у нас дверца спокойно и закрывается, и открывается. Активируем. Оп, защелкивается. Все, мы уже нашу дверь не откроем. И чтобы нам дверь открыть, нам необходимо приложить магнит с наружной стороны дверцы. То есть подносим магнит, смотрим, что происходит. Хоп, язычок прячется. То есть поднесли магнитик, и за ручку спокойно открыли дверь. Магнит убрали, язычок откинулся, замок активировался, и, соответственно, уже он не откроется. Так, ну, в принципе, что, у нас здесь все на двухстороннем скотче, то есть нам нет необходимости что-то сверлить, долбить. Это все на скотче, можно приклеить, потом можно будет снять, новый скотч наклеить, другое место приклеить. И, как мне кажется, это очень и очень полезная вещь, но у кого есть детишки, меня, я думаю, прекрасно понимают. А кто только планирует ими обзавестись, то рекомендую их к приобретению. Так, ну, давайте попробуем на деле. Ну, смотрите, друзья, что получается. Установил я скрытый замок, вот этот вот шкафчик. Замка, естественно, не видно, и, соответственно, я не могу открыть этот шкафчик. То есть, вот он, он заблокирован изнутри, снаружи ничего нет, и просто так нам не подобраться. Вот для этого нам и нужен вот этот вот ключ-магнит. Подносим его и без проблем открываем. Вот, пожалуйста. То есть, вот видите, да, я его подношу, оп, язычок опускается. Убираем, он поднимается. Вот сверху здесь установлена ответная часть, за которую сам язык и цепляется. То есть, закрываем, слышим, там внутри щелк происходит, и уже не открыть. Подносим ключ, без проблем открывается. Ну, а вот так происходит деактивация, то есть, опускаем язычок, и все, без проблем, без заеданий, без звуков, без щелчков наш шкафчик работает. Как только мы активируем замок, все, наш шкафчик закрыт. Оп, и открываем. Очень прикольная штука, мне очень понравилась, и для защиты от детишек самое то, как мне кажется. Естественно, двухсторонний скотч здесь стоит, ну, так скажем, обыкновенный, ничего сверхъестественного. Я, конечно, его поменяю в итоге на более мощный, на более, так скажем, сильный. И, может быть, даже посажу на какой-то либо клей, либо прям прикручу. Потому что усилия здесь, конечно, прилагать надо, чтобы его сорвать. Ну, давайте я попробую сейчас при вас. И, конечно, пришлось приложить немало усилий, чтобы его выдернуть. Но, в любом случае, мне это удалось. Но, и все-таки, это защита от детей, это не защита все-таки от воров. Воры, в принципе, вскроют даже любой замок, не то, что вот это вот баловство. Так что, смотрите, и, может быть, скотч здесь стоит посильнее. По крайней мере, от маленьких детей, я думаю, год-два, ну, максимум до трех, этот замок спасет. Напомню, замки я купил на Алиэкспрессе. Ссылка на товар будет под видео в описании. Можете перейти, посмотреть, кому необходимо заказать. Чтобы не быть обманутым на Алиэкспрессе, посмотрите вот это видео. Будет интересно. Ну, а на этом у меня, в принципе, все. Кому видео понравилось или было просто полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока! И маленькое дополнение, друзья. Сняв двухсторонний скотч на ответной части и на самом замке, я увидел, что здесь есть вот такие вот заготовки. Может быть, это, конечно же, следы от литья, от различных креплений. Но, может быть, и это какие-то варианты того, что можно их как бы досверлить, просверлить. И все это дело посадить будет на какие-то саморезы. Также есть вот такие вот следы какие-то. Опять же, повторюсь, может быть, просто от заготовок, а может быть, именно места предварительные, где можно засверлиться и именно на саморезы посадить все это дело. И, конечно же, вся конструкция будет держаться намного прочнее. И если вы взрослый и сильный человек, то случайно вы не сорвете этот замок с того же двухстороннего скотча. Так что можно выбирать. Можно на скотч, можно даже прикрутить, если вам не шибко, жалко мебель. Продолжение следует...